Дорогу осилил бегущий Рамиль Шайдолян Масштабный капремонт казанских медучреждений Будет более комфортно, светло, уютно и хорошо Где здание отремонтируют, а персонал научит быть вежливым Анна Городнова И весенняя капель Они уже врезали, скорее всего, но неправильно поставили колодец Как работа предпринимателя привели к аварии на трубопроводе у Альбины Менебаевой 5 миллиардов рублей малым городам Каждый, наверное, кусочек нам все здесь важно Где в Татарстане могут рассчитывать на дотации и на благоустройство Алины Анатольевны От школьной мечты до олимпийских высот Татарстанский лыжник везет серебро Пхенчхана Победа Андрея Ларькова принесла 10-ю медаль российской команде Такой взлет на родине спортсмены называют не иначе, как молниеносным Ведь в спорт он пришел поздно и работу никогда не бросал Так как зеленодольский парень попал в элиту мирового спорта? Выяснял Рамиль Шайдулин Первая гонка сборной и сразу серебро Андрей Ларьков финиширует на эстафете 4 по 10 километров В тысячах километрах от дома и на глазах всего мира Еще 15 лет назад о таком триумфе он и не мечтал На приз-клубе зеленый дом Значит здесь он занимает 5 место На малой родине Ларькова сегодня только и разговоров, что о лыжах Его первый учитель физкультуры вспоминает, как парень разрывался между музыкальной школой и спортом И как именно физрук убедил его твердо встать на лыжню Он уже поздно пришел после 8 класса Там сверстники-то уже с 3-го, с 4-го класса занимались Но вот он, видите, обошел всех Лыжи, снаряды, полуподвальное помещение Мало чего изменилось с тех пор, как Андрей Ларьков впервые встал на лыжи на своей первой лыжной базе 9-го лицея Кроме того, что лыж за это время прибавилось, а в списке выпускников появились первые олимпийские чемпионы Ребят, вот здесь как раз он сидел вот за этой партой Здесь старшеклассник Ларьков с друзьями обсуждал олимпиаду в Турине Благодаря его победе сегодня весь лицей говорит уже о Пхенчхане Конечно же, болела за Андрея Ларькова Я, конечно, немного расстроена, что он занял второе место, но он все равно молодец А учителя считают, что эта мировая известность – заслуга родителей Это они никогда не мешали его вечным тренировкам Буквально жили ради сына, доходило до курьезов После последнего звонка всем классом мы отправились праздновать это событие Вместо него были на этом празднике мама и папа Даже на выпускном вечере, а он был, как всегда, на сборах Родители олимпийского чемпиона пока закрыты для прессы Говорят, боятся сглазить, ведь впереди еще одна гонка И она, конечно, будет сложнее, чем вот эта лыжня, где спортсмен готовился уже к мировым спринтам Сегодня в копилке Андрея золото универсиады в Словении Серебро мундиаля в Финляндии и звание младшего лейтенанта в Нижнекамске Спортсмену удается совмещать лыжи и работу в районном УВД Как вы видите, уже серебряный призер Я думаю, что у него еще все впереди И станет он все-таки олимпийским чемпионом Зеленодольск, Нижнекамск, Казань, Челны Здесь за Андрея Ларькова болели, как за землякам За плечами лыжника Челнинский институт физкультуры и Поволжская академия спорта А вот в мировом спорте он заявил о себе, как о лыжнике из России Как минимум до следующей олимпиады Рамиль Шайдулин, Алина Мустина, Ильшат Мухаметов, Ринат Сафин, ТНВ, Зеленодольск, Казань С победой на олимпиаде российских лыжников поздравил Рустам Мениханов Слова поздравлений он адресовал спортсменам, президенту Федерации лыжных гонок России, команде тренеров и лично Андрею Ларькову Спасибо нашим лыжникам и всем, кто внес свой вклад в этот блестящий результат За непередаваемое чувство гордости за нашу страну и талантливых спортсменов, говорится в поздравлении Офис врача общей практики в Салмачах, ФАП в Борисково, подстанция скорой помощи в Мирном Эти медучреждения откроются в казанских поселках уже в этом году Отремонтируют в столице 21 здание Планы и итоги масштабной программы озвучились сегодня в исполкоме Какие изменения почувствует на себе пациент и узнала Анна Городнова Уже два года лаборатория женской консультации 16-й больницы работает с маячками Стены дали трещины Зданию 36 лет и капитальный ремонт здесь был только частичный Назрело очень много проблем и с коммуникациями, и с вентиляцией, и с системами снабжения Своими силами учреждения текущий ремонт, конечно, проводят, чтобы здание имело приличный вид 37 тысяч человек прикреплены, плюс 8 тысяч обследуются ежегодно в центре перинатальной диагностики В этом же здании и соседних учреждений Здесь и еще в пяти казанских консультациях запланирован капитальный ремонт Всего же в этом году отремонтируют 21 учреждение здравоохранения В 18-й больнице появится травмпункт Приняли концепцию отказа от травмпунктов, расположенных в отдельных зданиях, в неприспособленных зданиях, в жилых домах Конечно, когда человек с травмой поступает, возможно, понадобится оказание другой медицинской помощи И эти специалисты, и противошоковые операционные, они должны быть в шаговой доступности Хорошие новости о строительстве ФАПа в Борисково, врачебной облатории, в Салмачах, в Салаватку ПР По многочисленным просьбам откроется детская поликлиника Сегодня мы пока обслуживаем население в Юдино Поставили для этого бесплатный автобус В этом году завершается беспрецедентная программа капремонта 52 объектов взрослых и детских поликлиник Для столицы это историческое событие В то же время должно быть на высоте и качество обслуживания продолжит реализацию проекта «Дружелюбная поликлиника» В регистратуре могли бы быть вежливее, а так вроде как все нормально, хорошо относится Хожу в поликлинику, там сейчас ремонт делается, наполовину сделали, обслуживание нормально Все зависит от самого человека, если человек был жительно настроен, то есть он не будет замечать, если ему невежливо отвечать 10 миллионов посещений в поликлиниках, 293 тысячи пациентов прилечили в дневных и круглосуточных стационарах Подытожили сегодня в мэрии Между тем в Казани еще сохраняется кадровый дефицит Укомплектованы всего 79%, не хватает участковых и узких специалистов В то же время кадры молодеют На 10% уменьшилось количество врачей пенсионного возраста На работу приняли 160 выпускников вузов Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань Они долго ремонтировали старое, а сегодня въехали в новое В поселке совхоза Мамадышский сдали пятый многоквартирный дом по программе «Арендное жилье» Новоселами в 30 квартирах стали работники бюджетной сферы и приезжие специалисты Программа «Арендное жилье» работает в республике с 2013 года Но сегодня в Мамадыши еще 170 семей изъявили желание принять участие в этом социальном проекте Для них в поселке строят еще три дома Их планируют сдать в текущем году Проживали с мамой, со свекровью, 38 квадратов для нас это очень мало 5,6 человек с мамой А здесь получили уж это комфорт и уют Трехкомнатные, да, 70 квадратов для наших детей Это большая радость и раздолье До паводков еще далеко, но большая вода уже пришла на высокую гору Здесь с утра из-за потопа водителям пришлось постоять в пробке А вот пешеходам искать сухие участки дороги Откуда река в центре поселка разбиралась Альбина Минебаева Лужа в феврале и это далеко не весенняя копель Центральная улица на высокой горе в воде Пешеходы пытались найти сухие островки, пока их подгоняли автомобилисты По словам жителей ближайших домов, вода появилась еще до выходных Лужи уже были в пятницу Да вы что? Да вы что? Да я не что, я вот каждый день выезжаю в город И здесь уже были маленькие эти Просачивалась уже вода? Да, конечно До источника аварии теперь уже пытается добраться техника Прорвало центральную трубу водоснабжения По версии коммунальщиков, один из местных предпринимателей Пытался сэкономить и неправильно подключился Они уже врезали, скорее всего, но неправильно поставили колодец Поэтому он сломал трубу Они поставили кольца, под ним дичь не поставили Поэтому кольца начали вместе с грунтом играть Резко не сделано Только колодцы ставили И это порвался А как вы не подключились? Если не подключились, так колодец может? Ну колодцы ставили, трубу накинули Потом хотели подключиться Доказывая свою правоту, мужчина показывает то самое место. Коммунальные службы, в свою очередь, предполагают, что колодец либо совсем не был установлен, либо был установлен неправильно. Поэтому работы идут долго. Только до трубы через замерзший грунт техника пыталась добраться порядка трех часов. Расходы по восстановительным работам предпринимателю придется взять на себя и по цене коммунальщиков. Все работы ему обойдутся в 20 тысяч рублей. Альбина Винебаева, Амир Завершев, Высокогорский район. На 100 тысяч населения 100 миллионов рублей. Татарстан готовится к участию в масштабном конкурсе от Минстроя России. Малым городам и историческим поселениям федеральный центр готовит 5 миллиардов. Это на благоустройство общественных пространств. Каким уголкам Татарстана ждать грантов, расскажет Лина Зинатулина. У нас город небольшой, поэтому каждый кусочек нам все здесь важно. Именно небольшими городами решили заняться в Минстрое России. Городам с населением до 100 тысяч выделят 5 миллиардов рублей, которые отправятся по регионам в виде дотации. На конкурс заявится и Зеленодольск. Для участия нужен проект благоустройства конкретной территории. И здесь ей станет парк УДК Родина, фактически исторический центр. Мы туда ходили, вообще все детство там проводили. Там же раньше были аттракционы, карусели были, а сейчас их просто нет. Если бы его реконструировали, то приезжали бы очень много людей с Волска, с Зеленодольска, с города Мирного. Я по-любому за благоустроенность любых мест, где гуляю я и мои дети. И будут гулять мои внуки. Одно из требований к проектам – учесть историческое и культурное наследие и подчеркнуть индивидуальность места. Парку, построенного в 40-е ДК Родина, носят колорит эпохи СССР. А потому вот такие скульптуры в советском стиле после благоустройства никуда не исчезнут. Еще одно условие – поддержка проекта самими гражданами и проведение общественных обсуждений. Эта схема в Татарстане наработана. Так в городе уже благоустроили озеро и парк «Авангард». Кроме Зеленодольска, как говорит Наталья Фишман, в республике для участия в конкурсе подходит 21 населенный пункт. Будет 80 победителей у этого проекта. Из них 20 – это исторические поселения, как федерального, так и регионального значения. И еще 60 – это 4 категории малых городов. Здесь уже чем больше населения, тем больше грант. Скажем, Зеленодольск может получить до 100 миллионов рублей, Нижний Камск – до 80 миллионов, Мамадыш – до 55, Лаишево – до 30. Войдут ли эти города в число участников и какие могут составить им компанию, пока не оглашается. Но можно сказать точно, что на конкурс заявятся Елабуга и Чистополь, уже как исторические поселения. Рустам Мениханов поручил разработать дорожную карту подготовки и разъяснить на местах, что нужно для участия. Ведь опыт есть, деньги лишними не будут. Лина Зенатульна, ТНВ, Зеленодольск, Казань. В Татарстане создадут первый независимый иностранный инвестхолдинг. Это совместная работа немецких специалистов и агентства инвестиционного развития республики. Проект презентовали сегодня Рустаму Мениханову. В Кремле прошло заседание президиума инвестсовета. Здесь представили проекты по производству лифтового оборудования в Зеленодольске, создание завода синтетических смол и строительство паромной переправы в Спасском районе. По словам Рустама Мениханова, в регионе есть все условия для экономического развития территории. Кроме города Наберной Щелны, Нижнекам, Систепель, Зеленодольск получили статус территории опережающей социально-экономической развития. Это, конечно же, хорошие перспективы для реализации больших и малых инвестиционных проектов. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. В объективе АБСЕ. Чтобы понимать, какая ситуация. Чем в Татарстане займутся международные наблюдатели, узнал Дмитрий Аринин. Прикоснуться к звезде. Неохота отпускать их. Прям охота обнять. О концертном туре мастеров искусств по всей республике узнал Сергей Хайдаров. А-ля Франция. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Мениханов принимал нового посла Франции в России, госпожу Сильви Берман. Обсудили перспективные направления сотрудничества. Франция заинтересована в развитии информационных технологий. Первый инновационный центр уже в этом году в Иннополисе планирует открыть Шнедер Электрик. В Алабуге Эрли Кит открыл завод по производству кислорода и азота. Сангабен вместе с турками производит листовое стекло. Посол отметила туристический потенциал Татарстана. Она уже побывала в Иннополисе и посетила 33-ю школу Казани и татарский театр. Посетила театр, посмотрела пьесу на татарском языке. Это было очень красиво и интересно. Отношения с Россией развиваются, новый импульс есть. Президент Путин был у нас в Париже. Президент Эммануэль Макрон будет почетным гостем на экономическом форуме в Петербурге в мае. Редактор субтитров А.Семкин Фронт работы расширяется, хлопот прибавляется. 26 дней до дня голосования наступила самая активная пора в региональных штабах кандидатов президента. Здесь обучают наблюдателей, встречаются с избирателями, готовят агитматериалы. О деятельности штабов в Татарстане проинформирует Салават Мухаммадулин. Так, главный тренер волейбольного клуба «Зенит». Казань заступает на дежурство в региональном штабе Владимира Путина. Владимир Олеговна – доверенное лицо кандидата. С места в карьер и работу он начинает с общения с волонтерами. Параллельно в штабе идет прием избирателей. На сегодня с предложениями в избирательную программу Владимира Путина обратились около ста татарстанцев. Для меня задача, насколько мне это удастся, помочь, ну, скажем, чтобы все пошли на выборы. В региональном избирательном штабе Владимира Путина сейчас 54 волонтера. Среди них и Вадим Янгиров. Здесь самое главное, наверное, это доводить, доносить до людей осознанность выбора. И самое главное, мы стремимся к одной дате, которая 18 марта состоится. То есть наша задача, чтобы мы были услышаны. По окончанию дежурства в штабе Владимир Олеговна оставил автограф и свое пожелание волонтера. Антон, расскажите, какая тема была на первых дебатах и как они прошли. Обсуждают ход дебатов, завершают распространение агентматериалов первой волны и готовят наблюдателей в предвыборном штабе республики кандидата Павла Грудинина. Объем работы впереди большой, и мы понимаем, что помимо агитации сегодня одна из таких больших организационных задач – это именно контроль над ходом голосования. В Казанском предвыборном штабе кандидата Ксении Собчак ведется прием граждан и набор наблюдателей. Сотрудники штаба сейчас ожидают агитационные материалы и готовятся к дебатам. Мы будем участвовать в дебатах, также мы будем использовать бесплатное время на телеканалах. Информация о том, чем заняты представители кандидатов президента Сергея Бабурина в республике, наша редакция не обладает. В региональном штабах кандидатов президента Владимира Жириновского, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского работа по подготовке к выборам продолжается. Слава Пухмадулина, Гараманов, ТНВ, Казань. Еще раз обратить внимание организаторов выборов на чистоту списков избирателей. С такой целью на пикеты по всей стране сегодня вышли представители Ассоциации наблюдателей национального общественного мониторинга. Ее поддержали и в Татарстане. Одиночный пикет прошел у здания Центра избиркома республики. Здесь положительно оценили проявление активной гражданской позиции именно студенчеством, так как именно оно является базисом для развития гражданского общества. Так, по данным ЦИК России, работа по чистоте списков ведется и на 1 января 2018 года. Численность избирателей сократилась на 500 тысяч человек. Мы ни в коем случае не умаляем деятельность Центральной избирательной комиссии. Мы ни в коем случае в негативном ключе это все не освещаем. Наша деятельность связана с поддержкой Центральной избирательной комиссии. Для нас, для самих Центральной избирательной комиссии и всех избирательных комиссий, самой приоритетной задачей это как раз чистота списков избирателей. Для этого мы проводим действительно много работы. Это постоянно актуализация списка проходит. Совместно управление миграционной службой активно работаем, снятых с регистрации, прописанных одновременно сразу проверяем. Также управление САКС работаем в тесном контакте умерших вовремя, чтобы на основании свидетельства смерти могли почистить со списка избирателей. Также призывниками работаем, это совместно с военкоматом. Если человек призван в армию, ее сразу исключает из списка избирателей. Также работаем судебными органами по исключению списка, если судом призваны недееспособными. Следить за ходом президентских выборов в Татарстане будут международные наблюдатели ОБСЕ. Сегодня представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе встретились с руководством Центра избиркома Татарстана. Наша республика стала одним из 30 российских регионов, где будет работать международная миссия наблюдателей. Чем они будут заниматься, узнал Дмитрий Аринин. Это первая ознакомительная встреча руководства ЦИК Республики с представителями ОБСЕ, что будут работать на этих президентских выборах. В Татарстан приехали два долгосрочных наблюдателя. Нильс Нельсин из Дании и Эльжбета Сведровска из Польши. Оба в нашей республике впервые. Татарстан, в первую очередь, это далекая точка. Означает, что и культура будет сильно различаться. И это хорошая возможность, чтобы здесь узнать больше о культуре Татарстана. Были приглашены федеральным правительством для того, чтобы осуществить наблюдение за президентскими выборами Республики Татарстан. Затем, как проходят выборы, ОБСЕ следит в полусотне стран-участниц. В этот визит в поле зрения международной миссии традиционно будет работа избирательных комиссий всех уровней, агитация кандидатов и освещение выборов в СМИ. Мы обсуждаем все элементы, связанные с администрацией выборов, с общей атмосферой здесь. То есть, обсуждаем, спрашиваем тоже о сложности, которые появляются, чтобы понимать, какая ситуация. Как рассказали на встрече с руководством Татарстанского ЦИКа, в Республике проблем с организацией выборов нет. Наблюдателям сообщили, что на третий избирательных участках проследить за процессом можно будет через камеры видеонаблюдения, а 42 комиссиям почитать голоса помогут автоматизированные комплексы. Наблюдатели изъявили желание с нами контактировать. Мы, соответственно, тоже же подтвердили, что мы открыты, и, соответственно, на все вопросы, которые они будут задавать, будем обязательно находить ответы. Более того, у них есть желание посетить и несколько наших районов Республики. 13 марта к своим коллегам в российских регионах присоединятся еще 420 краткосрочных международных наблюдателей. Они будут посещать избирательные участки, следить за ходом голосования и подведением итогов выборов. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Подпевали, танцевали и даже прикоснулись к звездам. Сегодня перед жителями Пестричинского района выступили лучшие артисты татарской эстрады. Всего за месяц этот концертный тур охватит все районы Республики. Сергей Хайдаров со звездного концерта. Вот так с песней и зарядом позитива в Пестрецы высадился звездный десант. На сцене Масхуд Юлдашев, Эскадер Бехтагиров, дуэт Артур и Марат и другие. Пестричинцы вживую услышали хиты в исполнении любимых артистов. А некоторые даже прикоснулись к звездам. Мы своими песнями будем бодрить народ, поднимать их настроение и в дальнейшем, чтобы было все прекрасно, все довольны. Я думаю, что так и оно должно быть, так и будет. Это уже в нашей практике не первые концерты, поэтому зал всегда полный, народ уходит довольный. Исполняем обычно свои татарские песни и медленные песни, и быстрые песни. Ну, то, что народу нравится, то и поем. В зале сегодня разные поколения. Концерт безупречен, атмосфера молодежная, свое, родное. Хорошее исполнение, очень понравилось. Даже неохота отпускать их, прям охота обнять. Сегодняшнее выступление мастеров искусств – лишь часть большого концертного тура по всей республике. И всего звездные эстрады заедут в 46 районов. Уже завтра они дадут концерты в Камском устье и в Тетюшах. Сергей Хайдаров, Андрес Итальцев, ТНВ, Местричинский район. Далее подробнее о спорте и о погоде. Я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет 21.30. Всего вам доброго. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22.66.100. Татарстан, Республика СХМ. Татар-Лартурнда, Тулы-Мерлюмед. Татар-Информ Мерлюмед, Агент ЛВ. Сейчас или дороже. В феврале берите Ниссан с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Уникальная праздничная акция с 15 по 23 февраля. «Алмак-01» дешевле на 2000 рублей. В аптеках «Фармлен». «Алмак-01». Дарите с пользой. «Иномарка за гроши» в автоцентре «Марка». Держи! В феврале беридатсун от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4 пятерки, 3 семерки. Чулпан Хаматова с новой программой «Пунктиром». 12 марта. Театр «Камала». В честь открытия официального дилерского центра «Ниссан КанАвто» до минус 450 тысяч рублей на все автомобили «Ниссан». 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок. За новым «Ниссан» в «КанАвто». Ты еще не знаешь? В стоматологии на восстании 105 металлогерамика от 2,5 тысяч рублей. И скидки на лечение 20%. Телефон для записи 560-99-22. «Азина Авто» удвоил выгоды на автомобиле «Лада». Только в феврале. Успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 тысяч 980 рублей. «Азина Авто». Минская 1. Телефон 512-12-12. Компания «Мартин» поздравляет всех с Днем Защитника Отечества. Ура! В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Долгожданный концерт-ансамбля «Танцы Казань» в программе «Шоу танцев народов мира». 24 февраля «Тольятти», 25 «Самара», 26 «Камышлы», 27 «Отрадный», 28 «Ульяновск», 3 марта «Пенза», 4 «Волгоград», 5 «Астрахань». Приглашаем в город Уфу на российский промышленный форум. Ведущие российские и зарубежные компании представят машиностроение, инструмент, сварочное оборудование, спецодежду. 27 февраля, 1 марта. ВДНХ «Экспо», Менделеева, 158. О, суперакция в деньги мигом. Деньги под 0% на 7 дней. Без залога и поручителей. Подробности в офисах и на сайте компании. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. В Казани завершился чемпионат Европы по бадминтону. Сборные команды России не смогли завоевать титул домашнего чемпионата, но вошли в тройку призеров. Казанская бадминтонистка Евгения Косецкая в составе сборной завоевала бронзовые медали. Победительницами соревнований среди женских команд стала команда Дании, обыгравшая в финале сборную Германии. Золото мужского чемпионата завоевала команда Дании. В упорном финальном поединке спортсмены переиграли сборную Англии. Отметим, что республику Татарстан на турнире помимо Косецкой в составе взрослой сборной страны представлял Анатолий Ярцев. А в составе юношеской сборной выступили Айнур Залилов и Денис Ваффин. Другим темам праздник автоспорта, направленный на благотворительность, Кубок Салавата объединил в этом году чемпионат России, Татарстана и Кубок страны по трековым гонкам. Топ-пилоты приехали испытать челнинский лед и побороться за высокие позиции в преддверии окончания зимнего гоночного сезона. 50 лучших представителей российских гонок на одной площадке. Отметим, что все стартовые взносы автогонщиков будут переданы в набережный Челнинский дом ребенка. В командном турнире на первой строчке коллектив «Таиф Моторспорт» в составе Дмитрия Брагина и Тимура Шигабуддинова. Вторая позиция у команды «Эйджи Тим», состоящая из не менее титуловных спортсменов. Тимура Тимирзянова, Анвара Тутаева и Расуля Мениханова. Последний третий этап чемпионата России состоится уже на следующей неделе в подмосковном городе Раменское. Это благотворительный турнир. Это показывает Салават и его друзья, команда, что они большим сердцем. И поддерживают они детские дома нуждающие и оказывают материальную, моральную, духовную поддержку. А лучшие юные борцы собрались сегодня в Тюречинском районе. Там прошел турнир по национальному виду крэшной призы мастера спорта России Сагита Гениатулина. Соревнования проводятся уже 26 год подряд. Всего на ковры спорткомплекса вышли 126 спортсмена из 9 школ района. Причем 15 из участников девушки. Они выявляли сильнейших по борьбе на поясах. Открыл турнир президент Федерации борьбы в республике, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов. Он высоко оценил уровень местной школы национальной борьбы. Тюречинский район, напомним, занял третье место в мастерском турнире на призы Мусы Джалиля. И в завершении футбола Казанский Рубин в ходе испанского сбора уверенно обыграл норвежскую Валеренгу в товарищеском матче. Игра прошла в городе Марбелия. В составе российского клуба отличился новичок команды болгарский полузащитник Евелин Попов, взятый в аренду в московском Спартаке. Также отметились голами иранский нападающий Сардар Азмун и Рефат Жамаладинов. 21 февраля Рубин сыграет с еще одним норвежским клубом Лиле Стрёма. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Казани облачная погода с прояснениями выпадет снег. Температура воздуха в дневные часы минус 4, минус 6. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 92%. В утренние часы ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.